Друзья мои, сегодня хотел поговорить с вами о зависимостях Смотрел тут видосы какого-то доктора, 45 лет Он там, значит, постоянно стоит в таких жестах, что он закрытый Такой достаточно плотный мужчина Мужчинка такой, да, вот Вещает он о том, что там Ну, первое видео я, к сожалению, не досмотрел Там про героин Я уснул, спать уже лег Ну, в общем, он вещает о том, что там есть сексозависимость Сексолог Как он сексолог, блять Короче, порнозависимость, сексоголизм Вот, слово точно Сексоголизм Значит, там, видимо, алкоголизм есть, да И все остальное Ну, и, в общем, он там лечит, там, дурки, хуёрки Вот это вот все Вот Как бы, ну, вот я могу сразу сказать про себя Я и извращенец, я и фетишист, я и парнозависимый, я и сексоголик, я и моральный урод, я и ненастоящий мужчина, я и абьюзер, я и вообще не мужчина, да Все, что вот это вот в этом есть, это все я Воплощение вот этого всего Вот Значит, ну, начнем, наверное, с самой вот легкой зависимости, так скажем, да Да, это, наверное, алкоголизм все-таки, да Там, не будем прибегать к наркомании какой-то там Это уже слишком Ну, алкоголизм, да Ну, вот, конечно, не алкоголику вот мне сложно понять, да Почему люди пьют Мне вообще сложно понять, почему люди пьют Вообще, как они начинают пить, да То есть, это же какая-то неприятная вот эта вот херня Да, даже вот тот же самый коньяк там Или даже водка, да Но это же вот горечь Горечь Как это вообще можно пить? Даже пиво, да Вот, я в детстве, ну, в юношестве пробовал пиво, да И мне как... и я с первого раза и не понял И некоторые... некоторые сорты пива я не понимаю и по сей день Ну, потому что это какая-то херня Ну, вот Некоторые, да, некоторые там вкусные Вот И вот, как бы, алкоголизм Ну, вот алкоголизм Ты мало того, что ты портишь здоровье, да Ты портишь печень То есть, она у тебя там разлагается Ну, там появляется Как это уже не помню Называется вот это вот Замещаемые клетки Вот это там какая-то масса там, да Или что-то такое Вот Ты портишь здоровье, это раз Во-вторых, значит Во-вторых, там бывают всякие последствия, да То есть, то ли ты ведешь себя неадекватно То ли какая-то драка То ли ты кому-то что-то там Причинил какой-то вред Физически То ли тебя побили То ли ты попал в больницу То ли из-за тебя попали в больницу Там Вот эти вот Особенно там Когда муж И жена там Муж пьет Он начинает Жене там Выносить мозг Начинаются какие-то визги Свистопляски Да Вопли Ведопляться Какая-то драка Там, да И вот это Это просто же какой-то кошмар Это же вообще Ну просто кошмар Бред Бред Да И человек Еще очень часто Пьет Чтобы просто Лечь спать Вырубиться, да Он встает Начинается какое-то похмелье Ну И вот это вот Снова, да Все это по кругу То есть Ну полная жесть, да Полная жесть То есть По сути Когда он выпил Он становится овощем Да Вот он овощ Он ничего не хочет Вроде бы это Какой-то там отдых Вроде бы это Снятие стресса Но я Не вижу Никакого снятия стресса Я вижу только Блядь Еще больше стресса Еще больше Вот это вот Как Ну И И он сам же Понимает Что вот все Для чего он это делает Да Вот И все это потом Это ну какой-то бред Это какой-то больной Вообще бред И Нормальный здоровый там Мужчина Он это Понимает Что Ну Это неправильная вещь Вот Ну вот легче Чем алкоголизм Наверное Может быть только Курение Курение Да Здесь конечно Не такие последствия Да Здесь ты Не вырубаешься Как там Овощ Здесь ты Не буянишь Там Ничего такого Этого нет Но Как бы Да Ты Если ты находишься В обществе Не курящих Ты им портишь воздух Ты сел в машину Да Тебе надо Покурить Ты портишь воздух Да То есть Либо Должны все дышать Либо Ты должен выйти Либо надо открыть Окошко Там Холодно Еще что-то Да То есть Это вот Дискомфорт Вот Ты постоянно И ты постоянно Вот бегаешь Ну мало того Что первое Ты по-любому Портишь здоровье И ты постоянно Вот бегаешь Там Куда-то Покурить 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 Там Да Вот Вроде на первый взгляд Там в детстве Кажется Что это Круто Да Там Типа Мужик Там Маленький мальчик Вот я Да Там Чувствовался Что я там Взрослым стал Мужик Там Пахнет лошадью Там Махорка Табачок Там Блядь Вот это вот Все Вот А Если Приглядеться То этот мужик Вот Да Как вот Маленький мальчик Новорожденный Да Которому постоянно Нужна сиська И Он постоянно Вот бегает Курить Курить Да И Как бы Даже ночью Они встают И Курят Да Это вот Мне вообще Непонятно Как Ночью можно вставать И курить Вот я сплю Да Я сплю Блядь Все Нет Когда они Там Встают Там В 2 Ночи Или В 3 Ночи Или В 5 Утра Вот Но это Полный Бред Да И ты понимаешь Что вот этот Мальчик То есть Он должен Если Он должен Постоянно Их покупать Чуть Бабки Да Это Все Вот Если Если Их нет То надо Где-то Их Стрелять Блядь Если Ты Не покурил Там Что-то Тебе Там Железы Какие-то Да И Вот Это И В конечном счете Ты Понимаешь Что Вот этот Мальчик Он Просто Зависимый Блядь Он Зависимый Он Вот Без Курива Да Вот От Каких-то Там Сигареточек Вот Этих Вот Маленьких Да Но Они Ему Нужны Это Наркота Та же Самая Да Вот В легкой Степени Но Как бы Здесь И привычка Уже Идет И Ну И все Такое Вот Теперь По поводу Секса Логии Все-таки Да Поговорим Такой Наркотик Для Мозга Я думаю Надо Снять Какой-нибудь Потом Еще Виде Вот Значит Что Здесь Как бы Я Как-то С одним Мужиком Взрослым Ну Типа Поспорил Или Не Поспорил Там Просто Он Мне Сказ Что Лучше Секса Там Да Пойти Во дворе Поиграть В футбол Там Да Нет Ну Конечно Интересно Да Поиграть В футбол Там В хоккей Но Когда Ты Играешь В футбол И На тебя Еще Смотрят Телки И После Этого Будет Секс Интереснее И Вот Здесь Знаете Кому-то Как бы Дано Кому-то Это Не Дано Людям У которых Нет фантазии Да Которые Люди Абсолютно Парагматичные В жизни Которым Там Покушать Вот Это Вот Все Там Деньги Там Еще Что-то Им Конечно Это Не Дано Им Это Не Понять Потому Что Он Не Может В Он Видит Бабу Хочется Хочется И Все И Вот Ты С Этим Сделать Не Можешь Ничего Вот По Поводу Портозависимости Да И Дрочки Так Уж Скажем По-русски Передергивание Вот Нормальному Челу У которого С фантазией Все нормально Да Ему Достаточно Дернуть Ну Две Минуты Вот Максимум Мне Да Ну Края Это Пять Минут Ну Уж Если Прям Совсем Там Че Ну Десять Пятнадцать Ну Десять Пятнадцать Минут Ну Пятнадцать Минут В день Потратить Один Раз Там Да И Получить Там Дозу Этого Дофамина Дернул Там Да И Кайф Ты Получил Там Несколько Секунд Там Десять Секунд Пятнадцать А силу Двадцать Там Да Или Тридцать Это Прям Максимум И Все Ты Как бы Встаешь Тебе Надо Что Сделать Ну Это Все Вымыть Блять Дай Там Сперму Блять Как-то Вымыть Вот Там Обычно Это Используется Туалетная Бумага Блять Вот Или Там Душ Или Еще Что-то И Все И Ты Отстрелялся Ты Вот Как бы На день Получил Эту дозу Да Без этой дозы Как бы Жить Не то Чтобы Как бы Стрессово Да Не то Чтобы Там Стресс Какой-то Не то Ну Просто Вот Не хватает Знаешь Не хватает Какой-то Радости Блять Не хватает Какого-то Вот Ну Кайфа Блять Вот Слово Кайф Вот В самом Его Начале Оно Было Именно Связано С Оргазмом Да То есть Кайф Означает Получить Кайф Это Получить Оргазм И вот Этот Оргазм Да Вот Этого Кайфа В жизни Вот Ну Его На самом Деле Это Как бы Ну Мало 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 И вот Получить Такую Дозу Кайфа Там Один Раз День Ну Хуй с ним Там Два Раз День А то И Три Раз День Ну Бывает И что И Питок Раз День Но Это Не значит Что ты Там Зависим От Какого-то Порно Ну Смотришь Ты На Какую-то Порно Ты Не Смотришь На Какую-то Там Супер Телку Ну Да Там Какая-то Супер Телка Но Ты Не Не Можешь Вот Выдумать Да Что Вот Эта Телка Она Твоя Для Того Чтобы Трахать Телку Да Ее Надо Завоевать Даже Даже Если Секс Этот Первый День Секс Первый День Еще Сложнее Это Надо Ее Взять Силой Это Надо С нее Все Снять Это Надо Ей Вставить Это Еще Больше Адреналина Чем Нежели Ты Там Ухаживаешь Год Как Мечта Клава Кокки Ухаживает За Этой Клавой Коккой Целый Год Чтобы Она Привыкла Чтобы Ее Психологический Барьер Сломался Чтобы Он Ее Обжимал Туда Сюда Блядь Вот Пока Он Обнимает Полгода Блядь Или Два Года Ну Блядь Уже Ее Эту Клаву Кок Уже Не Хочется Уже Никакого Смысла В ней Нет Ее С самого Начала Не Хотелось Потом Он Переключается Блондинку Драйв Блядь Ну Ну И Че Ну Да Ну Там Сиськи Блядь Есть Какие Там Висяки Там Просто Висяки Там Вот Нет Супер Каких-то Сисек Ну Да Сиски Чуть-чуть Побольше Рожица Чуть-чуть Получше Там Жопка Чуть-чуть Тоже Больше Там Есть Чуть-чуть Талия Ну Да Телочка Вот Ну Она Блядь Не Ну На самом деле Между Клавой Кокой И Блондинкой Драйв Большая Разница Это Прям Вот Очень Большая Если Там Блядь Оценивать Клаву Коку Это Там Ну Двойка Блядь Чистая Двойка То есть Я Я бы Ее Не стал Не то Что Там Блядь Ухаживать Да Я даже Один раз Не стал И ты Что-то Получишь Будет Кайф Вот Ну Если Уж Оценивать Клаву Коку И Блондинку Драйв То это Небо И земля Можно Там Поставить Даже Клаве Коке Двойку А Блондинке Драйв Там Ну Условно Пятерку Даже Условно Да Вот Хотя Конечно На пятерку Она не тянет На четверку Тянет Вот Можно Но Опять-таки Таких Блондинок Драйв На любой вкус Ну Их тоже Очень много Очень много И вот он Блядь Начинает Возводить Это в пьедестал Что вот Тра-та-та Вот это Какая-то Супер Пизденка Да Надо там Что-то ухаживать А это Не какая-то Супер Пизденка Это вот Просто Блядь Ее Посадил В машину Блядь Вон Это Та заднее сиденье Все с нее Блядь Стащил Нахуй Вставил Блядь Выебал Один раз Блядь Он ее там Полгода Добивается Блядь Потом Два года Он ее будет Ебать Будет так Ебать Так Ебать Потом Она покажется Обыкновенной бабой Вот Обыкновенной Уже Никак Вообще Ничем Она уже Удивить Она уже Не сможет Потому что Ну Удивить-то Блядь И телке Телкам-то И нечем Да Телке Ну Ни одна Телка Не может В сексе Удивить Ничем Так Ладно Друзья мои Продолжим В следующем Видео